29 сентября по всей России прошел марафон открытия федеральной сети центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Республика Адыгея не стала исключением. Сегодня, я считаю, очень знаменательный день для всей системы образования, не только нашего района, но и по всей России. Сегодня федеральный марафон идет открытие точек роста. Район наш не остался в стороне. На базе двух школ в нашем районе тоже будут функционировать две точки роста. Это на базе майской школы и на базе гюрхайской школы, свидетелями которого мы сегодня являемся. Было сегодня торжественное открытие этих точек роста. У нас гости присутствуют с Министерства образования. Именно республика подключалась к федеральному марафону на базе этой школы. Буквально через считанные секунды начнется региональный марафон, открытие точек роста. И вот мы первые в республике подготовили кабинеты для этой точки роста. Именно почему выбрали две школы, майскую и гюрхайскую. У них были значительные достижения в области информатики, технологии. И поэтому решили, пусть в этих школах начнется сначала функционировать точка роста. Нужно отметить, что именно Кашихабльский район стал во главе эстафеты этого марафона в республике. Торжественная церемония открытия прошла на базе СОЧ номер 3 Аулы Гирухай, которая носит имя первого президента республики Адыгея Аслана Джаримова. В рамках национального проекта образования кабинеты центров появились в Гирухайском и Майском общеобразовательных учреждениях. Добрый день, уважаемые коллеги, ребята, дорогие гости. Вот и наступил день, который мы так все долго ждали. Особенно этот день ждали дети и их родители. Сегодня по всей России прошел марафон открытия федеральной сети центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Республика Адыгея не стала исключением. 15 центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» открывают свои двери в семи муниципальных образованиях. Кабинеты центров оснащены современным оборудованием, которое даст возможность увлекательно изучать основы 3D-моделирования, 3D-печати, основы робототехники, научиться управлять квадрокоптером, а также оказывать первую медицинскую помощь на ланикенах и ножовах. Мы уверены, что подрастающее поколение сможет по достоинству оценить эту замечательную возможность современного развития, которая сегодня открывается перед каждым из них вместе с открытием центров «Точка роста». И мы рады приветствовать вас на торжественной церемонии открытия центров образования цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста Республики Адыгея». Слово для приветствия предоставляется Суслане Руслановне Парану, заместителю министра образования и науки Республики Адыгея. Добрый день, дорогие ребята, добрый день, уважаемые педагоги. Хотелось бы отметить, что с 2018 года в нашей Республике реализуется национальный проект образования. И за эти годы Республика получила более 3 миллиардов рублей. Следует отметить, что все эти деньги в основном были направлены на развитие системы дополнительного образования, на повышение квалификации наших педагогов, на модернизацию профессионального образования, ну и, конечно же, на развитие инфраструктуры школ. Мы сегодня все с вами были участниками федерального марафона открытия центров цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста». И сегодня, в эти минуты, мы с вами являемся активными участниками республиканского марафона. И следует отметить, что наша Республика приняла участие в 2019 году, получила грант, федеральный грант, и на эти денежные средства, а их более 16 миллионов, в 7 муниципальных образованиях, в 15 общеобразовательных организациях, было приобретено и поставлено новое современное оборудование. И я очень надеюсь на то, что у вас, дорогие ребята, есть уникальная возможность использовать то новое оборудование, которое имеется в ваших школах, на таких учебных дисциплинах, как технология, информатика, основы безопасности жизнедеятельности. И сегодня, позвольте, от имени министра образования и науки Республики Адыгия Ат-Заура Санбикача Кирашева, в первую очередь, поблагодарить глав муниципальных образований за то, что, несмотря на очень сложное время, они нашли финансовые средства и, благодаря этому, отремонтировали наше помещение и привели их в соответствии с бренд-буком. Поэтому я очень надеюсь на то, что в каждой точке роста каждый ученик проявит свои возможности, а этому будут помогать вам наши педагоги, которые прошли в формате онлайн и оффлайн обучения, прошли повышение квалификации и готовы работать вместе с вами на новом современном оборудовании. К нам обращается учитель группы же средней общеобразовательной школы номер 3 АОЛа Игероскарь Берзегов Руслан Исланович. Добрый день. Я учитель основной запасы деятельности средней общеобразовательной школы номер 3 имени первого президента республики Адыгея Жаримова Аслана Алиновича. Чему я смогу научить детей в центре точка роста? К сожалению, в сельской местности, а также в малых городах детей всегда меньше доступа к современной технологии. И точка роста стирает эти преграды. Теперь дети смогут научиться конструировать, проектировать и воплощать идеи. Про свои ожидания от обучения в центре точка роста расскажет ученица средней общеобразовательной школы номер 3 АОЛа Игероскарь Брактова Самира. Сегодня на базе нашей школы открывается центр дополнительного образования точка роста. Я очень рада, что мы, жители маленького АОЛа, имеем такую возможность, как большие возможности для реализации наших планов и проектов. Такие предметы, как технология, информатика, ОБЖ, мы сможем осваивать на новом учебном оборудовании, изучать основу робототехники, трехпримерного модерирования, учиться оказывать первыми дизайн-скурсиями, играть в шарматы, создавать медиапродукты. Новая техника позволит выявить талантливых детей в области технического творчества. Каждый ученик сможет найти свою точку роста и развиваться в том направлении, в которое ему интересует, воплощать свои самые смелые идеи. Новые кабинеты оснащены современным оборудованием, которое, несомненно, заинтересует учащихся. Учить школьников на самых лучших и отвечающих всем нормам технического прогресса будут компетентные учителя. Один из них – педагог по основам безопасности жизнедеятельности Руслан Берзегов. Вот уже год, как он работает в СОЖ номер 3 Алла и Гирухай. Молодой преподаватель высоко оценил оснащение кабинетов. У вас сегодня официально купить кабинеты в точке роста. Чем вы будете заниматься с детьми? Благодаря оборудованию, которое мы получили, мы сможем детей научить очень многому моделированию, конструированию, программированию, а также оказывать первую месяцкую помощь. И, соответственно, для этого все ресурсы у нас есть. Это начиная по технологии, клеевые пистолеты, самгетциркуль и так далее. По робототехнике у нас есть лего-конструкторы, из которых дети смогут собирать разнообразные модели, начиная от машинок, заканчивая роботами. Вот. Затем есть квадрокоптеры. Квадрокоптеры, я думаю, это одно из самых таких интересных в современном мире для детей. А также 3D-принтеры. 3D-принтеры тоже дети научатся сначала моделировать модели на компьютерах, а затем выводить на печать 3D. Вот. Ну, МФУ-устройства. Соответственно, у нас есть оборудование, чтобы научить детей оказание первой медицинской помощи. Это вот два манекена у нас стоят, с бандажами, с бинтами и так далее, с аптечками. Ноутбуки. Очень много ноутбуков. Практически на каждого ребенка можно будет провести занятие более детальным, все это рассказать и объяснить, и научить. Каждое открытие – торжество, после которого ребят и педагогов ждет плодотворная работа. Уроки технологии, информатики и ОБЖ превратятся в увлекательные занятия, ведь проводиться они теперь будут с помощью высокотехнологичного оборудования. Натуся Кучмезова, Сергей Лабынцев, Новости Кашхабльского района. Субтитры создавал DimaTorzok